А потом задумал однажды на столетие Ленина, тоже описание, столетие Ленина тоже приглашили нас на юбилей, и мы выходим со дворца съезда, смотрим, на стратостатах или на дирижаблях поднят флаг большой с Лениным, это Ленина двухсторонняя с одной стороны, и Юпитерными прожекторами, дуговые эти прожектора освещаются. Но он смотрит так прямо, в какую сторону города не поехал бы, он прямо на тебя так смотрит. Ну и на растяжках видать это знамя, потому что ветер был такой. Думаю, что это мне уж курить ворши такое? Я уже не... И задумал я... А, впервые я задумал, что у нас в депо труба была деповская, 45 метров. Думаю, вот дым обычно с трубы на бок идет, а если я флагшток поставлю выше, он будет там развиваться, а ночью я прожекторами с подъемки и с 14 депо буду флаг освещать. Ну надо же флагшток туда сделать. Вот я однажды, а еще был депутатом, мне не разрешали, чтобы я даже на трубу на эту лез. Я тихонько, когда они кал в обеденный перерыв, беру своего напарника, а у меня он, Бохан Толик был, он ростом выше меня, метр 85, а я малого роста. Назвали Таракунька и Штепсель, или Пистон и Патрон. Ну и мы... Я говорю, да что ты лезешь, зачем тебе это надо? Я говорю, ну подожди ты, подстрокуй меня. Взял монтажный пояс, привязался, штанги взял, линейку, замерил бумагу и залез до самой верхушки, замерил скобы. На каком расстоянии, чтобы крепеж мне придумать. Ну и слез посмотрел, думаю, укипалки, впечатление, что она качается, вот такая качка. А еще вот как облака движутся, впечатление, что ты падаешь с этой трубой. Ну, стараясь все не смотреть, уверенно. Ну и слез все, сделал я 12-метровый флагшток. Значит, у меня труба здесь 50, а здесь пошла на 32. Вы же тут такой выточил плянчик красивый, там ролик сделал, чтобы потом по ролику подымать. Достал в Балбасове тросика двухмиллиметрового, чтобы на него заделали мы на этот флагшток, все завязали. Ну, я сделал крепление и решил, как подымать. Значит, мне нужно было залезть наверх, закрепить блочок, пропустить трос, а потом на конце троса крючок в трубу флагштоком и за низ, а сам флагшток этот привязываем к тросу. И напарник будет тянуть, и я ему помогаю. Но когда мы шли туда, надо было вот этот трос, на котором подымать, не было тонкого, 6-миллиметровый тросик, целую буфту. Это, представляете, 50 метров труба, значит, 100 метров троса надо было тащить. Мы вдвоем мели протащили, я не сообразил, взял к монтажному поясу конец троса этого, закрепил, лезу, лезу, все тяжелее и тяжелее мне этот трос. И получается, что эту буфту целую приходится мне на себе поднять. Мы тут узнали, что начальник ДПО, Орлова, Баримбаум был. Кто ему разрешил туда лезть и прогнали нас. Но тут дождь начинается, прошел тот же, все ушли, время рабочее кончилось. Мы через забор перелезли и полез я обратно. Вот. Долез я до середины трубы, и вдруг у меня отказывают мышцы. Судорога свела ноги, потому что на ногах все время напрожжем. Такая адская боль, не знаю, я быстренько карабином за ключи состраховался. И не знаю, что делать. И жалко спускаться, уже близко мне до верха осталось. Вот. И так все это трудно проходило, но я на руках. Лезу и плачу. Больно, наверное. Ну, залез. И только я долез до верхушки, а там дым проходит на бок. А на метр где-то от самого края какой-то синий газ. И вот так горло ест, а тогда еще углем топили. И в голове бум-бум-бум топит. Я чуть ниже опущусь, легче дышать. Выше опять этот. Но мне же надо было очок выше закрепить. Так я продезу быстренько на болты. Тут гайка упала на запасные, закрепил очок. Теперь думаю, не упустить бы конец троса, это уже тяжелый. Пропустить через блок. Вот я его ловил все силы на прок. Запустил этот трос и давай вниз туда. Напарник мне там помогает. Ну, а пока он там цеплялся, все, я отдыхал. Опустился ниже, отдыхал на этой дробе. Когда он зацепил, начали поднимать, поставили мы этот блокшток. Закрепил я и громаковод закрепил к ему, чтобы в случае грозы ударить, чтобы отвезти молния. Ну, спустился я оттуда. Ледов кровили, рука, лицо все в крови было забрызгано. Ну, в общем, я не мог идти. Напарник на плечи меня через забор перекинули. И в цех проволок. Не могу так, ноги у меня болели эти. Судорга эта свело. Ну, флаг не вешали еще. Только поставили. Потом с художником Коля, покойный Станкевич, газетами в ленкомнате заслали пол. Флаг этот расстелили. Он Ленина нарисовал алюминиевый круг и черный, так все это, с двухстороннего. И вот я делал кольца там, по лестнице достали, поднимали и освещали. И ночью так с города красиво знамя рассветится. Продолжение следует.